Prodexpo 2022. Друзья, оставайтесь на связи, будет интересно. Здравствуйте, давайте знакомиться. Грибков Сергей Владимирович, президент Федерации флееринга в России. Игорь Калканов, руководитель проекта Чай да кофе, интернет-магазин. Давайте поподробнее. Флееринг. Я услышал, я знаю, что это. Огромное количество людей, кто нас посмотрит, может быть, не в курсе. Хочется из первых уст. На самом деле это английское слово. Переводится с 40 разных переводов. Если коротко, то на русском это бармен-шоу. Все знают бармен-шоу, шоу барманов. 25 лет назад, уже 25 лет тому, как в 96-м году на базе барменской ассоциации мы начали продвигать бармен-шоу и флееринг в России. Буквально я вот с первого дня, да. И воскресенье 6 февраля на день бармана мы отметили 25-летие флееринга в России. Бармен-шоу, вернее. Флееринг чуть-чуть попозже. Был сначала фристайл. Мы обзывали фристайл. Барный фристайл. А потом пришли к выводу, что фристайл это лыжи, там другие спортивные направления. И остановились на слове флееринг, когда за баром ребята вот это все делают красиво. Когда ты очень хочешь выпить и до этого должен посмотреть, как твой алкоголь летает под потолком и приземляется точно на локоток. Ну да, Сережа, вы абсолютно правы. Мы так иногда и говорим. Готовим коктейли на лету. И сейчас вот буквально на вот этом мероприятии, в воскресенье, я понял, что нужно ставить номер, когда коктейль готовится из жидкости. Видели, как из шейкера вылетает струя и снова возвращается. Так вот мы уже сейчас меняем цвет струи в полете и так далее. Звучит как магия. Ну за счет света, конечно, свет направили, вот вам и магия. То есть это искусство своеобразное. Это отдельное искусство, которое в себя собирает много других искусств. Искусство музыки, искусство говорить, как сейчас, да, искусство видео снимать и так далее. И вот с этого года, с 22-го, мы делаем поворот в сторону ЗОЖа. Почему Игорь, почему Чай, почему мы здесь на Продэкспо? Потому что с этого года решили 22-й обозвать год изобразительного искусства. То есть изобразите что-нибудь, не обязательно там рисовать, да. Вот так. И Игорь уже, наверное, скоро год, да, как выпустил Чай. Ну, поменьше, но не важно. Ну, предлагал мне точно год назад. Вот я об этом хотел пару слов. Кто же продолжит? Хочется поподробнее тогда Димир Шкачай. Игорь, пожалуйста. Я могу сказать два слова. Мы с Сергеем Грибковым придумали такой проект, который называется «Народный бармен». Что это значит? Это значит, что любой человек может попробовать себя в этом деле под руководством больших мастеров, таких как Сергей Грибков. Да, либо это будут профи, которые уже знают чайную церемонию и так далее, чем зеленый от черного отличается. Либо новички там, ну, грубо говоря, в домашних условиях, которые готовят. То есть у нас шесть человек оттуда, шесть человек оттуда. Примерно так. И мы готовим коктейли не на алкогольной основе, а на основе чая или кофе. В данном случае вот здесь представлены шесть вариантов коктейлей. Подобран специальный чай и данный рецепт, какие ингредиенты нужно добавить, как их смешать, чтобы получился коктейль. Мы эту тему будем развивать и предлагаем народу, обычным людям, которые, может быть, на домашней кухне что-то экспериментируют, присоединиться к нам и предложить свои варианты коктейлей на основе чая или кофе. Под руководством Сергея мы будем их отсматривать на специальных небольших конкурсах и выбирать лучшее. То, что будет лучшим, те рецепты, которые победят, мы возьмем их в производство и в дальнейшем они появятся на полках магазинов. То есть те смеси, те рецептуры, которые будут сделаны, мы предлагаем к продаже. Ну, конечно, народные бармены будут иметь с этого какой-то свой гонорар. Соответственно, всем это будет интересно. Вот суть этой темы народных барменов, чтобы как можно больше людей привлечь в эту тему. Мы смешали такие интересные темы вместе. Я сразу увидел, как горячий чайник взмывает воздух, потом бармен делает сальто, ловит его на лету ногой, наливается струя, подсвеченная разными огнями. Это какая-то феерия. Ну да, и в результате пришли к выводу, вот с Игорем в том числе, что нужно делать отдельный день и так и назвать его День народного бармена. Как вот есть День народного единства, а здесь День народного бармена. Выделить из 365 дней один день для народного бармена. Потому что вы тоже дома, наверное, один раз в жизни делали компот или сами себе заваривали чай. Поэтому вас тоже как-то можно обозвать народным барменом. Ну да, причем бар это что? Это объединение людей, единство. Значит, День народного единства можно, в принципе, сразу назвать Днем народного бармена. Да, да, да. Как вот и есть же Дни города. Так что приглашаем всех к участию в этом деле. Или звоните Сергею или мне, и дальше мы поговорим о том, как понять счастье в проекте Народный бармен. В скором времени вся информация будет на нашем сайте. Чайдокофе.москва. Так что заходите. Ну, я еще хотел сказать слова благодарности тем, кто выдержал все вот эти эксперименты, да, в мире, в стране. И удержался, и вот эта выставка 29-я, да, в следующем году, ну, вы спросили за кадром, что мы тут делаем. Я хотел предложить вот это как раз роскошное шоу в честь 30-летия, сделать что-то такое совместное, да. И за время, пока год идет, к следующей такой же выставке продэкспо приготовить прям вкусняшки визуальные. Мы будем сильно ждать и обещаем медиа-поддержку, потому что я думаю, это будет очень интересно. Спасибо большое, пожелаю вам удачи на выставке и в этом нелегком, но очень интересном деле. Спасибо. Обычно там пять еще дают. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok